Мир Божий, благодать вам каждому из наших зрителей, те, которые встречаетесь со мной сегодня в этом специальном обращении. Последнюю неделю я был в размышлении относительно того нюслеттера, который наши партнёры получают ежемесячно, если вы являетесь частью партнёрами этого служения. И некоторые мысли из тех откровений, которые Господь давал мне, я хочу поделиться со всеми, без исключения, телезрителями. Итак, служение Иисуса Христа во взаимодействии с Его Церковью на земле неразрывно. Апостол Пётр говорит в Деянии святых апостолов, «Да придут времена от рады от лица Господа, которого небо должно было бы принять до времени совершения всего, что говорил Бог». В своей проповеди так апостол Пётр выразил, по-моему, в третьей главе Деяния святых апостолов. Поэтому совершение всего, о чём он говорил, осуществляется Его телом, телом Иисуса Христа, то есть Его Церковью. Всё то, что соделал грех с человеком, Иисус Христос восстанавливает через нас с вами, Его Церковь посредством проповеди Благой Вести, проповеди Евангелия. И наш Господь, друзья мои, Свою смертью, Своим воскресением обеспечил нас всем необходимым, с тем, чтобы завершить вот это совершение всего, о чём Пётр говорит, на этой земле. А царь Давид приготовил всё для строительства храма, но передал Соломону осуществить завершение храма. Таким же образом наш Спаситель обеспечил всем необходимым для совершения всего, о чём Пётр говорит, и строительство Царства Божия. Но завершить начатое им дело на Голгофе передал нам с вами. Царь Давид после своей смерти оставил одного Соломона завершать строительство храма. Но наш Господь после своей смерти, воскресения, после своего вознесения не оставил нас одним. Дал нам Духа Святого, Его силу для исполнения своего поручения. Христос и Его Церковь едины. Он глава, а мы члены Его тела. Плоть от Его плоти и кровь от Его крови. И для нормального осуществления всех нормальных здоровых функций организма требуется иметь и главу, и тело. Таким же образом, каким двое, одна плоть по замыслу Бога относится к мужу и к жене, так и Христос и Его Церковь едины в Духе, едины в служении. А соединяющийся с Господом, говорит апостол Павел Первым Коринфянам, есть один Дух с Господом. И после того, как наш Господь совершил дело, как Он молился, которое ты, Отец, поручил Мне исполнить, после того, как Он провозгласил, совершилось, вся работа Бога на земле осуществляется посредством и только через Его тело. И это нас с вами, друзья мои. Вот это доверие Бога, вот это союз Бога с человеком, вот это да. Разве не знаете, что святые будут судить мир, говорит апостол Павел Коринфянам? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, говорит он в 6 главе Первой Коринфянам? Иисус Христос искупил свою церковь с тем, чтобы мы были соработниками с Ним. Вне Его нет церкви и ее служения. Так это было предначертано мудростью вечного Бога. Это именно Он передал свои полномочия церкви для осуществления своих вечных замыслов. Все то, что перед Его вторым пришествием должно быть открыто, восстановлено, завершено, будет соделано только посредством и через Его церковь. Его невеста, это мы с вами возлюбленные друзья, она является единственным носителем Его слова и Его святых откровений. Апостол Павел говорит, вы показываете собой, что вы письмо Христово, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Во втором Коринфянам он говорит, не стоит ли нам радоваться и торжествовать во Христе Иисусе Господе нашим, Его церковь никогда не будет расформирована, никогда не будет аннулирована, никогда не потеряет в цене, не потеряет силы и влияние, так как она является зеницей Его ока. Никогда и никто не разъединит вечный союз церкви с ее главою. Последние годы, встречаясь с различными людьми, я более интересуюсь вопросом того, являются ли они частью тела Христова, чем, задаю вопрос, являются мыли собеседниками, членами церкви. В этом есть, я считаю, большая разница. Множество людей, становясь, являются членами поместных церквей, к сожалению, так и не становятся частью Его тела. Можно на вечере Господней есть хлеб, но так и не приорчиться к Его телу. Можно на вечере Господней пить вино из чаш, но так и не принимать Его к святой крови, приземной жизни Иисуса. И во все последующие времена, я замечал, были толпы тех, кто постоянно окружал и теснил Христа, и ничего не получая от Него. Но были, есть и будут те до Его пришествия, кто, прикасаясь к Нему, обращают к себе внимание самого Бога и получают реальные чудеса в своей жизни. Вот это и есть Его тело. Вот это и есть Его невеста. И моя постоянная молитва к Богу о том, чтобы каждый из нас, каждый из вас были частью такого тела. У вас есть возможность стать частью этого тела. Это тело нашего Господа Иисуса Христа. Искренно и сердечно благодарна тем из вас, друзья, кто помогает нам нести Его Слово. И являть Его свет до крови в земле. Именно таким правильным образом, духовным образом, и живет Его тело, исполняя поручения главы, проповедовать Евангелие Царства Божия по всей твари, по всей вселенной. Мы соработники друг к другу, соработники. И соработники у Бога. Это и есть жизнь и дыхание Его тела. И помоги нам в этом Бог. Станьте частью этой большой работы, которую Бог повелел нам исполнять до Его Второго пришествия. Станьте частью этой работы. Станьте партнерами, молитвенными, финансовыми партнерами. Будьте благословенны.